буквально 5-10 минут назад я уже думал что придется отменить медитацию потому что я прибежал на свое маленькое море и хотел уже только искупаться потому что шел дождь пока я плавал туда-сюда все прошло стало прикольно сухо птички вылезли поэтому сейчас будем продолжать заниматься медитациями сегодня у нас доброта к самому себе посмотрим то я написал foundation о чего-то там любящая доброта к себе давайте пойдем и после нее напишем запишу свои мысли я стою на гвоздях все это время начиная медитацию опуститесь вниманием в пространство тела и какое-то время просто осознавайте ощущения которые в теле проявляются постепенно отпускайте напряжение направляя внимание на ощущение от соприкосновения стоп с полом ягодиц со стулом или подушкой осознавая соответствующие участки тела и постепенно их расслабляя добиваясь все больше устойчивости тела и ума а 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 и а а а а И с каждым выдохом все больше отпускайте напряжение, не только телесное, но и умственное. Затем направьте внимание на собственный ум, и для начала напомните себе о собственной благой природе, собственных благих качествах. О том, что в вас всегда присутствуют семена сострадания, терпения, мудрости, любви и прочих бесчисленных благих качеств. Также распознайте свое стремление к счастью и его причинам. Стремление добиться не только внешнего благополучия, не только материальной обеспеченности, но и глубинного благополучия, которое проистекает из уравновешенного состояния ума. Осознав это свое стремление к счастью, начните желать себе счастья, порождая мысль любящей доброты. Это можно сделать с помощью простой фразы «пусть я обладаю счастьем и его причинами» или с помощью фраз развернутых, например, таких как «пусть я пребываю в безопасности», «пусть я пребываю в покое», «пусть я пребываю в счастье», «пусть живу с легкостью». Повторяйте фразы, либо краткую, либо развернутую, снова и снова оставляя определенные интервалы и стараясь породить соответствующее устремление, устремление любящей доброты по отношению к самим себе. Субтитры делал DimaTorzok Если внимание ускользает, проявляя доброту к себе, мягко возвращайте его к повторению фраз и порождению устремлений. Затем представьте, что вокруг вас, по кругу, сидят различные существа, которые представляют качество любящей доброты. Ваши друзья, ваши родственники, ваши учителя и даже мистические, мифические или исторические персонажи, которые у вас ассоциируются с качеством любящей доброты. Они сидят по кругу вокруг вас, обращены к вам лицом, и все они порождают те же самые устремления, те же самые мысли любящей доброты по отношению к вам. Пусть ты обладаешь счастьем и причинами счастья, или пусть ты обладаешь безопасностью, пусть ты обладаешь покоем, пусть ты обладаешь счастьем, пусть живешь с легкостью. Какие бы фразы вы ни использовали, представляйте, что все эти существа повторяют их, обращая уже к вам. А вы в это время повторяйте фразы для себя. А вы в это время повторяйте фразы для себя. А вы в это время повторяйте фразы для себя. А вы в это время повторяйте фразы для себя. Отпустите визуализацию. И какое-то время просто повторяйте фразы самостоятельно, порождая устремление любящей доброты по отношению к себе. Затем отпустите фразы. И мягко вернитесь вниманием к тому, что вас окружает, завершая практику. Продолжение следует... Да, это была необычная практика. Это была необычная медитация. Почему? Потому что она почти полностью предоставлена самому себе. Вот эти длинные паузы для меня настолько непривычные, что мне вначале казалось, что у меня завис интернет. И я не могу слушать дальше медитацию. То есть такие долгие паузы, которые даются на проработку самостоятельно. Самостоятельная проработка вот этой доброты по отношению к себе, что вообще непривычно было. Но непривычно не значит, что плохо. Новое всегда хорошо, потому что благодаря новому можно сравнивать новый опыт со старым опытом. И уже тогда на сравнении делать выводы, что будет более эффективным, что будет более интересным, что больше зажигает и к чему дальше стремиться. За эту медитацию, честно скажу, у меня уже родилась одна мысль, которой до этого момента не было в голове. И возможно это родилось именно благодаря вот этим длинным пустотам в процессе медитации. У меня прошла визуализация. Я как бы начал проговаривать вот эти, я даже знаю, как их там, мантры не назовешь. То есть это просто какие-то пожелания. Что я заметил? Во-первых, автор здесь использует фразы необычные, которые у нас принято говорить. Да, я желаю себе или я желаю тебе. То есть вот это состояние желания он перевел в состояние бытия. То есть он говорит, пусть я буду или пусть я спокойный, пусть я там добрый, пусть я наполнен любовью. То есть когда уже точно жестко результат. Не когда я желаю и вот ты там все время, ну ты желаешь, желаешь, желаешь. Есть такой анекдот, кстати. Мужик говорит, встречается с Богом и говорит ему, слушай, ну я всю жизнь вот мечтал, мечтал, желал, желал. Никак не мои желания не исполняются. Он говорит, ну как не исполняется. Ты желал и я как бы сделал тебя желающим человеком, чтобы ты все время желал. Поэтому здесь как раз такая постановка фраз идет именно не на желание, не на процесс, а на результат, что пусть я уже есть добрый человек. Пусть я, я вот таким образом наговаривал, мне очень понравилась именно такая постановка, потому что я понимаю, что это уже результат. Я как бы навешиваю на себя результаты, результаты, результаты. И когда я начал произносить фразы, что по поводу там денежного состояния, что я уже успешный человек, я уже обладающий достатком, хорошим достатком, там, или я обладаю большими деньгами, я обладаю там, ну, не важно, что там было. То есть суммы я не называл, то есть я просто именно состояние, ощущение своего, там, зачастую, когда человек, даже не важно, сколько ты зарабатываешь, чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты тратишь. И при этом всегда кажется мало, 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 хочется еще. Если ты купил какую-нибудь там машину или велосипед, потом тебе хочется там дом, потом тебе хочется яхты, по-моему, все, что-то, это вообще нескончаемые хотелки людей. В принципе, там нет конца, поэтому я желал для себя именно состояние вот уверенности, состояние удовлетворенности, там, высоким результатом. И вот в этот момент у меня промелькнула мысль, как в один щелчок сделать определенный большой шаг для себя, большой шаг для моих партнеров, которые сейчас уже есть, и которые, в принципе, я как направление увидел, которое я могу развивать, и оно мега крутое. Сейчас прям запишу после медитации, рассказывать не буду, конечно, поэтому это будет маленький секрет, что-то же надо все-таки оставлять для себя. Но всем остальным делюсь, и делюсь как раз именно процессом, моментом, потому что мое желание, моя идея, она, может быть, никому никакой пользы не принесет. И, соответственно, для меня ценность начнет терять, если я начну ее, как бы, рассказывать не тем людям, для которых она имеет смысл. То есть, те партнеры, с которыми я работаю, я с ними обязательно поделюсь. Ладно, много наболтал по этому поводу. В общем, завершаем медитацию. С вами был Баженов Юра. Подписывайтесь на мой телеграм-канал bajenofyura.t.me И следите за моим блогом, за моими достижениями, целями, желаниями, за ювелирными украшениями, которые мы создаем. Обращайтесь, пишите, если хотите что-то изготовить. Украшения души, это вот прям мой ритуал, который я хочу развивать. Я хочу изготавливать именно украшения, которые содержат смыслы, ценности каждого человека. И чтобы этот человек и заказчик был автором собственного украшения. Если вы хотите узнать подробнее, подписывайтесь на мой канал. Я там все буду потихонечку рассказывать. И уже рассказываю на протяжении достаточно долгого времени. Пока.